Приветствую вас. Конечно, вернуть можно все что угодно, аноним, любые отношения. Но важно понимать, что то, что вы делаете в своем тексте, пытаетесь понять его мотивы, и спрашиваете, как вести правильно себя. И это свидетельствует о том, что вы не доверяете себе и не очень достичь себя. А это необходимо для того, чтобы устраивать отношения. И, соответственно, вы можете вернуть отношения. Но если не развиваться, если не заниматься саморазвитием, то, в общем-то, вы наткнетесь на те же грабли и в отношениях будут у вас точно те же проблемы, что и было. И расставание будет еще более болезненным, чем оно было. Итак, мне 27, парню 30. Это мои первые отношения. Ну, вот то, что у вас в 27 лет первые отношения, может говорить о том, что, вероятно, возможно, у вас есть некоторые сложности с взаимодействием с людьми. Вот. Или, может быть, вы тяжеловато раскрываетесь другим людям. Или, может быть, вы тяжеловато идете на контакт. Или, может быть, вам как-то вы склонны к тому, чтобы окружающих людей там или обесценивать, или как-то относиться к ним, может быть, с недоверием, то здесь нужно смотреть. Вот. А здесь нужно смотреть и исследовать. Вот, может быть, вы, в принципе, отношения не боитесь. Вы называете себя спокойной, да, но судя по тому, например, что вы выбрали мужчину, который, как вы сами его назвали, взрывной, да. Да, вполне вероятно, что вам этого, может быть, не хватает какого-то такого движения, не хватает каких-то эмоций, да, и вы, вот, как раз в этом нуждаетесь. И, вероятно, вот одна из причин, к которой вы хотите человека вернуть, нет, плохого в этом ничего нет, но, повторюсь, важно понимать, как бы, свои мотивы. И важно знать вашу историю. Через несколько лет, для него, для парня вторые, серьезные отношения. Для этого у него были отношения со школой, через несколько лет, после свадьбы, жена ему изменила и ушла. Он уложил на него сильный отпечаток. Иными словами, травма. И развод. И измена, это травма. Психологическая травма. Может быть, одна, может быть, две, но факт точек травмы. Травму нужно прорабатывать. Мы вместе были два с половиной года. То есть, имеется в виду, значит, что, ваше первое отношение за двадцать и на двадцать пять с половиной. Ну, тут, как бы, то есть, я более чем уверен, есть некоторые нюансы. Два года жили вместе, три недели, как мы расстались. Ну, мне не кажется, что вы расстались, вот, мне кажется, что, в данном случае, у мужчины появилось желание снизить нагрузку ответственности, вот, в отношениях с вами. И все. Но при этом его, как бы, отношение к вам в целом не поменялось, скорее всего. В первой нашей встрече была сильная заинтересованность и потом любовь. А вот, ну, понимаете, как вот вы говорите, была сильная заинтересованность. Я вам верю. Верю в том, что, верю в то, что действительно была заинтересованность. Вот, тот вопрос, который у меня к вам, да, он, вот, что это за заинтересованность. То есть, ну, вот, что это такое, понимаете, то есть, что общего между вами. Вот вы говорите, что вы можете общаться как друзья. Это супер, что вы можете общаться как друзья. Если это правда, то замечательно. Ну, все же. Вот, понимаете, как бы, со стороны, да, это очень похоже, очень похоже на, вот, созависимые отношения со стороны, очень сильно похоже. То есть, похоже, что вы вывстали, как будто бы вывстали быть одной. Вот. То есть, ну, просто вывстали быть одной. Вот. И вам захотелось, побыть, значит, ну, вот. И вам захотелось быть в отношениях. Вот. Опять же, а, важно понимать, да, что плохого в этом ничего нет. Я не говорю, что это плох. Вот. Добраться, а, больше продолжить, то вот, как это выглядит. Сильно заинтересованность, потом любовь. Да, больше похоже на страсть. А страсть это нормальная, естественная состояния. Но если у человека есть свои нереализованные проблемы и конфликты, то он будет в этой страсти эти конфликты переносить пока. Пока страсть, например, актуальна. Значит, конфликт будет сублимироваться в страсть, да, в влюблённость. А когда это будет проходить, например, то конфликты будут давать о себе знать. Ну вот, опять же, по такому принципу это работает, как, вот, например, у вас с молодым человеком, когда начались трудности. Вот. Сейчас мы до этого дойдём в момент. И так. Значит, мы постоянно гладили, целовали друг друга, даже если просто поговорить, что мимо проходили. Ну, это страшно, это страшно. Надо разные темпераменты. У меня спокойно, у него взрывные, но первые полтора года всё было в порядке. Ссорились, но всегда получалось решать конфликты. Ну, здесь всё разные. Есть взгляды, да, кто-то говорит, что ссор, ссор это нормально. Это говорит кто-то, вот, например, я считал, что, в принципе, ссор можно избежать и избежать, вот. То есть, как бы, ну, я считал, что конфликт это не обязательная, такая вот, как бы, составляющая отношения, да, вот. И, соответственно, я считал, что ссоры возникают всегда есть, ну, какие-то основания, вот. И, соответственно, вот вы говорите, например, что у вас получалось решать конфликты. Вот. То есть, решать получалось, вот, вроде бы. Несмотря на то, что решать, вроде бы, получалось, несмотря на это, всё равно ссоры возникали снова. Это говорит о том, что центральная, центральная проблема не была решать. А, последние четыре месяца начались сплошные ссоры. А, рекомендую изучить психологическую игру скандал. Ну, вот. И важно понимать, что ссоры не бывает без вклада с обоих сторон. То есть, с большой стороны, тоже есть вклад в конфликт. Поэтому вам нужно увидеть свою ответственность. Я не чувствовал его любви, он моей. Что это значит? Я не чувствовал его любви. Понимаете, в чём дело? Вы не чувствовали его любви, а он вашей. То есть, вы оба люди, по сути, нуждающиеся в любви другого. То есть, это история про получить, а не про отдавать. То есть, на первом месте стоит получить. Почему? Потому что мужчина пришёл в отношении драматичным. У него за плечами развод и измена. И у вас также, вероятно, есть, скажем так, какой-то опыт. Да? Такой вот тоже, вероятно, какой-то негативный. Что вот вы чувствуете именно нехватку любви. Вот. То есть, вы чувствуете, что вас меньше любят. И вам это будет. Человек чувствует, что его меньше любят, когда он сам с собой находится в определенном конфликте. Вот. Дальше. Хотя все еще любили друг друга. Но этого вы не знаете. Вы говорите за двоих. Допоминать. А у вас происходит как бы слияние здесь. Из-за ссор не могли донести это друг для друга. Нет. А ссоры это следствие страха. Мне казалось, что ему интереснее в компьютерных играх, чем со мной. Из-за этого выходил куда-то из дома, глядь, чтобы не видеть этого. Понимаете, да? Избегание. Избегание своего страха. Своего состояния. Вот с этим он ведь не работает. Он думал, что мне лишь бы куда-то обжать от него. Но вообще-то говоря, это определенно не изрелось. Из-за нехватки внимания начала подозреваться, что видит другой. Он обижался, что я не добираю, подозревая его. А как вы думаете о нехватке внимания? Каким образом у вас возникает? Вот как вы это ощущаете? Что это? Какой-то внутренний конфликт. Вот здесь. А у вас это перетекала в ревность. То есть страх. Это страх. Страх. Я очень ревновался, и не было ни одного повода. Это страх. Нужно здесь работать именно с вашими тревогами и опасениями. Далее, далее. Так. Начали два разговора про то, что у нас нет сил жить в такой обстановке, что мы стали, то мы сучили друг друга. Кто мы? Она не. Нет никаких мы. Понимаете, в чем штука? Никаких мы нет. Нет. Есть только вы конкретно, конкретно есть вы. Есть он, мы. Нет. То, что вы говорите мы, это по сути распыление ответственности. Вот. То есть вы ее распоряете с умы. Вот. Вы распоряете с умы. Как бы. Но на сути избегаете своей собственной ответственности. Вот. Поэтому здесь я думаю, что вас страшит, страшит ваша собственная ответственность и собственно именно вот возможность. Собственная возможность и собственная свобода. Вы боитесь своей свободы. Как мне кажется. Мы мирились на 4 дня, все было хорошо, потом очередная ссора так по кругу. Опять же ни слова о том, какой вы вклад вносите в эту ссору. Но если ссора по кругу, то вы получили от нее какую-то выгоду. А последняя ссора он сказал, расстаемся, я сказал, хорошо, когда ему все утихли, я поняла, что не могу его потерять. Но он не ваша собственность, чтобы его потерять. Поэтому здесь вы говорите опять же про свои потребности. Что хорошего было больше, чем плохого? Это оценка. Для него может быть по-другому. Мне казалось, что у нас тут не получается, но если мы пойдем этот период, он все снова будет как раньше даже лучше. Нет. Как раньше не будет, лучше может быть, но как раньше нет. И это возможно только через терапию, психотерапию. Вот. Ну не у нас. У вас. Не у нас. Ого. Парень был категоричен, ни слезы, ни у кого, на него не подвис, во время осталось. Мы пытались манипулировать. Он сказал, что ему очень тяжело удалось это решение, но не будет другого выхода. Ну, да, как бы зачем развиваться, да, зачем с собой работать, просто расстались, все как бы, все хорошо. Он сказал, что нашими ссорами и своими отношениями я довелаю его до того, что он чувствует себя оконченным и мы при этом будем делать. Матерапуляция, прикладывание ответственности. Я переехал от него, старался не писать, ему просто извинял. Это чувство вины. Чувствуешь вины, это отдельная история, с ним тоже нужно работать. Чувство вины, это про границы, про личные границы. Через время он себя начал писать, не о чем просто поговорить. Ну, вот классическая история бегства от ответственности. То есть, я с тобой расстаюсь, потому что с тобой слишком тяжело быть, но я с тобой контакт не теряю, потому что ты мне нужна. Ну, в целом. Так, мы общались неделю, он сказал, что рад, что у нас такое общение и отношения сохранились. И что помимо того, что была девочка, была его лучшим другом, с которым он ему хочет длиться информацией. Ну, понимаете, здесь такой момент, что, безусловно, есть точка зрения, согласно которой, между мужчиной и женщиной дружба быть не может. Вот. Я не могу сказать, что я согласен с этой точкой зрения, я считаю, что все надеемся не могут дружить. Вот. Но, как и у любой дружбы, должно быть что-то общее. Я не увидел у вас ничего общего между вами. Вот. Может быть, вы не написали про это, может быть, что-то еще. Я не увидел. Вот понимаете, как раз тут. Я не увидел, что между вами есть что-то общее. Кроме любви и страсти. Вот. Я понимаю, что вы были вместе, там, ну, достаточное количество времени. Вот. Я это понимал. Я это понимал. Ну, как бы, мне это ничего не говорит. То, что вы были вместе, вот, ну, достаточное время, ну, достаточное количество времени, да. Вот. Нет ни о чем не говорит. Вот. Потому что, ну, опять же, я не знаю, как у вас, вот, вот, ну, устраивались отношения. Вот. Дальше. Так. Сегодня мы встретились, много говорили, сменялись, темы, отношения старались не затрагивать. Да. Опять же, мы, 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 очень много здесь, мы. Долго стояли, обнимали друг другу. Адали, поговорили, с которыми злотно вспоминали, как друг. Это правда пришли к нам им, что до сих пор протекательный соблазнительный друг для друга. Опять же, мы. Здесь, Василий. Подговорив напомянулась, что сказал друзьям, сейчас мы не вместе, покажем им раздельно. Я удивился, почему не говорят, что мы расстались. Я не хочу искать для себя ложные надеты. Вы уже, вы уже их ищите. Унициаторам разрыва было, но я хочу вернуть отношения, не хочу навязывать их любимому человеку. Ну, вы определите, с чего хотите. Вот. Вам нужно понять, что, что для вас отношения. Что это такое? Какие желания у вас здесь есть? Что касается навязывания, то я бы сказал, что навязывание это больше про обоценивание себя. Я бы вот так это сказал. То есть, когда вы говорите о том, что вот есть у вас вот нежелание себя навязывать, да, это обоценивание. То есть, вы, на мой взгляд, обоцениваете, по сути, то, что вам важно, то, что вам ценно. Вот, вы обоцениваете, потому что вы чего-то хотите, да, но предпочитаете, как бы, это обоценивать и предлагать другому человеку самому, вот условно говоря, вас, ну грубо говоря, вас выйдет. Вот, вот здесь вот, опять же, бегство вот от ответственности своей, вот, если вы понимаете, конечно, что я имею ввиду. Потому что если человек поступает каким-то образом, потому что он так чувствует, то и мысли у него не возникнут относительно того, что он навязывает. У вас есть страх. Это, кстати, нормальная история. То есть это абсолютно нормальная история, что вам страшно здесь. Но момент в том, чтобы со страхом пробовать от вас, чтобы вы лучше его видели, чтобы вы лучше его чувствовали. Вот. Свой страх. Свой страх, точнее. Вот. Чтобы вас это не так сильно, чтобы это вам не так сильно мешало. Вот. Сейчас мешает просто. Да. Дальше. Значит, хочу выключить оценку со стороны всей этой ситуации. Ну, психолог оценку не даёт. Вот. Я указываю на проблематику. Как мне правильно себя вести? Безпонятно, да. Потому что нет такого правильного или неправильного. У нас есть немножко другие. Категории, немножко другие критерии, на мой взгляд, куда-куда более важны и значны, чем то, о чем вы говорите. Вот. Поэтому извините, но как вести себя именно правильно вам, я думаю, никто не подскажет. Потому что это все-таки ваша жизнь. И вам решать, как ее проживать. Вы сейчас пытаетесь ответственность за свою жизнь переложить на нас. Вот. Потому что вы боитесь. Значит, вам на психотерапию желательно, я бы очень рекомендовал психотерапию разобраться в себе, вот, значит, поисследоваться какие-то вещи, да. Выгод стать поувереннее, а дальше уже устраивать отношения с мужчиной. Вот. Я вижу такой вариант. Ну, понятно, что у вас может быть своя версия и свой взгляд на эту ситуацию. Вот. Вы очень, эм, грамотно, я бы сказал, подходите к постановку вопроса и говорите, что вам нужна оценка, да. Именно оценка. Просто оценка вам нужна. Вот. Потому что, если вам что-то не понравится, то вы можете сказать, ну, это мне не подходит, и все. Как бы. Вот. К сожалению, это довольно частое явление, к сожалению. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Молодому человеку я бы тоже предложил бы психотерапию, потому что, вот, как бы, есть определенная драматичность, вот, и ваша ревность. Это тоже не про эти отношения, а про ваш опыт. Прошлые, может быть, детско-родительские отношения, вот. Так что это все нужно прорабатывать, чтобы в отношениях вы не купировали свои проблемы. Удачи вам. Всего самого доброго.